Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погода в Самаре дала временную передышку. В ближайшие дни синоптики не обещают ни ураганов, ни аномальных холодов. Наоборот, широкополые шляпы, темные очки и солнцезащитный крем станут самыми необходимыми аксессуарами для прогулок. Лето обосновалось в нашем регионе на несколько недель. Какие сюрпризы готовит небесная канцелярия, узнала Марина Матвейшина. Пошла жара. В Самару пришло лето. 32 градуса днем. Это чуть выше средних многолетних значений, говорят синоптики. Но по ощущениям никакой аномалии нет. Обычное самарское лето. Самый жаркий и ясный день этой недели – понедельник. Потом начнет немного холодать, если можно так сказать. В ближайшие дни наш регион смещается в холодный фронт из районов, центральных районов России. Он смещается очень медленно и с волнами, поэтому в ближайшие дни будет обусловить погоду в нашей области. Ожидаем кратковременные дожди с грозами, но температурный фон будет соответствовать летним значениям. 14-19 градусов ночью, 24-29 днем. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Из-за высоких температур ожидается высокая пожароопасность лесов, предупреждают в МЧС России по Самарской области. И напоминают самарцам о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, не бросать незатушенные окурки, не раскидывать осколки стекла и бутылки. Они способны сработать, как зажигательные линзы. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно попытаться усмирить стихию огня и немедленно позвонить пожарным по телефону 112. А вот водные стихии постепенно приходят в норму. Уровень воды в Волге за сутки снизился на 8 сантиметров и теперь составляет 30,5 метров. Вода в Волге прогрелась до 19,7 градусов, что всего на полградуса ниже нормы, а значит можно купаться, загорать и наслаждаться летом. Марина Матвеевич, Новосилий Калдашов. События. Автоинспекторы взялись за мотоциклистов. В Самаре прошли рейды по выявлению нарушителей ПДД на двухколесном транспорте. Отсутствие прав и полиса ОСАГО, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езда без шлема. Это основные нарушения. При этом, как отмечают сотрудники автоинспекции, количество аварий с мототранспортом снижается. Почему, узнала Марина Кравцова. Такое на самарских дорогах встретишь не часто. Мотовездеход, который и по асфальту, и по грунту, и по воде перемещаться может. Необычное транспортное средство тормозят сотрудники ДПС. И не зря. На квадроцикле нет регистрационного номера у водителя документов на транспорт. За два года с момента покупки он так и не поставил на учет свой вездеход. В итоге эффектного вида транспортное средство продолжает путь уже не своим ходом, а на эвакуаторе, на штрафстоянку. Водитель должен в данном случае сделать новый договор, соответственно, зарегистрировать в установленном порядке его, полис ОСАГО сделать. И после этого момента уже прийти на штрафстоянку, соответственно, с полным пакетом документов забрать данное средство. Рейд под кодовым названием «Мотоциклист» инспекторы ДПС проводят неспроста. В этом году произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов и мопедов. Пять человек погибли, 47 получили ранения. Больше половины из этих аварий случились по вине водителей мототранспорта. И это при том, что по сравнению с прошлым годом таких ДТП стало меньше. Инспекторы связывают это в том числе и с холодной весной и дождливым летом, из-за чего и двухколесных коней на дорогах стало меньше. Рейд проводят с целями профилактическими. Призвать водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила. Мы ждем некоторый рост аварийности как раз в июле-августе, циклующего года, учитывая хорошую, ясную, теплую погоду. Поэтому проведение подобного рейда, в общем, прежде всего, на профилактику подобного нарушения. У нас нет задачи каким-то образом закошмарить водитель мотоциклов. Мы относимся к закону послушным. В поле зрения инспекторов попал и Александр. Молодой человек железного коня оседлал только в мае этого года, но устанавливают его уже не в первый раз. К такой проверке документов молодой человек относится спокойно, считает повышенное внимание сотрудников ДПС только к лучшему, дисциплинирует водителей. Сам же ПДД не нарушает. Тем более, что мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности. Очень большая концентрация внимания требуется на управлении мотоциклом. То есть это не как на машине, нужно следить за всеми участниками движения, состоянием дорожного полотна и прочее. Такие рейды на самарских дорогах проводят регулярно. Водители уже привыкли к усиленному контролю, а эффективность рейдов отражается в статистике. Аварий с мотоциклами и мопедами стало меньше на четверть. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Ремонт дорог, строительство жилья, переселение жителей из аварийного жилья, как исполняется в городе пункты послания президента страны, губернатор Самарской области, обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. По каким показателям город идет с опережением, расскажет Лариса Шалафаст. С начала года Самара взяла хороший темп по строительству жилья. Введено в эксплуатацию 133 тысячи квадратных метров. По плану до конца года в городе должно быть построено 750 тысяч квадратных метров. При этом вопрос переселения людей из ветхого и аварийного жилья по-прежнему стоит остро. С начала года уже отселено 39 семей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Также департамент градостроительства заключил три муниципальных контракта на приобретение 243-х квартир. Сейчас нужно купить еще 240. У нас поставщик есть определенный. Есть застройка, где возможно будет приобрести эти квартиры. Поэтому мы не видим проблем. Еще одна важная тема – ремонт дорог. На выполнение всех дорожных работ в Самаре в этом году запланировано направить больше 2 миллиардов рублей. Особое внимание масштабным стройкам – это ремонт центральных улиц города, ремонт южного моста и путепровода «Аврора», реконструкция северо-восточной магистрали, а также реконструкция заводского шоссе на участке от улицы «Авроры» до 22-го портсъезда. Заводское шоссе как раз будет одной из артерий, по которым большие грузы должны пойти. Мы должны ожидать рост трафика. Поэтому здесь нужно ускоряться. Я их критиковал за нехватку людей, за медленную перекладку сетей. Значит, прошу тогда тоже в среду мне доложить, на каком этапе это находится. И вхождения в график недостаточно. Важно, чтобы они с сопряжением уже работали. Также в городе проводят ремонт дорог большими картами – свыше 100 метров. Таким ремонтом запланировано охватить 23 дороги. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Самарские коммунальщики продолжают борьбу с сорняками. В некоторых районах приступили уже к третьему покосу травы с начала сезона. Из-за частых дождей сорняки очень активно растут. И если дворы практически на 100% приведены в порядок, то на бесхозных территориях еще много работы. На еженедельном совещании первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил районам активнее работать именно на заброшенных участках. Обратить внимание и скосить траву коллеги особенно на незакрепленку. Потому что если мы первый покос прошли, то точно можно сказать, что только подрастает вот эта аллергенная трава, амброзия так называемая, борщевик. Спастись от палящего солнца на лоне природы и при этом с минимальными благами цивилизации можно на турбазе. В Самаре восстановили еще одну заброшенную базу отдыха – зори жигулей. Домики отремонтировали, территорию расчистили, близость к воде лесу делают ее особенно привлекательной. Один день на обновленной турбазе провела Марина Матвейшина. Зори жигулей теперь можно встречать и провожать, тоже глядя из окна уютного домика. Муниципальная турбаза в Самаре снова ждет гостей. 29 домиков с шикарным видом из окна постепенно заселяются и обживаются. Белье, конечно, свежее все есть. Это номер семейный, вот видите, для семейной пары, которая с детьми может все. Холодильник есть в каждом номере. Готовить можно на общей кухне. Здесь есть все необходимое для кулинарных подвигов. И ностальгический момент – ряд уличных умывальников, как в советском детстве. Много лет турбаза стояла заброшенной. И в этом году всего за полтора месяца удалось превратить ее в место отдыха горожан. Здесь, во-первых, все домики вычистили, вымыли все домики. Здесь провели трубопровод. Здесь насыпали песок на пляж. Очень много песка завезли. Почистили всю территорию, обрезали все буквально деревья. Здесь вывезли кучу-кучу машин, мусора. Это уже пятая турбаза, восстановленная силами муниципальных предприятий. Все они находились в ведении города, но не использовались. В течение трех лет по инициативе главы проводим выверку наличия турбаз, которые находятся в муниципальной собственности, и изыскиваем варианты возможности того, как их реанимировать. Все практически турбазы были, к сожалению, заброшены, не использовались. Несмотря на то, что турбазы ведомственные, отдыхать здесь могут не только сотрудники муниципальных служб, но и остальные горожане. Стоимость приятно отличается от частных бас-отдыха. А шикарные виды и умиротворяющие звуки природы подарят заряд бодрости на долгие месяцы вперед. Кроме созерцания прекрасных видов и наслаждения тишиной, здесь можно найти еще массу увлекательных занятий. Собирать ягоды, рыбачить. И любители тихой охоты тоже найдут, чем здесь поживиться. Марина Матвеевшина, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. Первое в регионе крупное дело черных обнальщиков рассматривается в Самаре. По версии следствия, они отмыли почти 3 миллиарда рублей для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности. У группы обнальщиков, они работали до августа 2015 года, была своя черная касса, подконтрольные им фирмы, которые имели фиктивные юридические адреса, печати и реквизиты. При совершении перечислений по расчетным счетам оформлялись фиктивные документы. Кроме того, готовились и липовые документы для бухгалтерской отчетности одноднева, как посчитало следствие, с целью конспирации. В Тольятти на Хрящевском шоссе произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе Ниссан Альмера и Лада Гранта. Иномарка перегородила половину дороги, в результате чего образовалась огромная пробка. Обошлось без пострадавших. Строительство ракитовской развязки близится к завершению. Идет об устройство кольца. Житель Самары снял видео, позволяющее проследить темпы реконструкции. Рабочие уже запетонировали и заасфальтировали дорогу внутри тоннеля. А на въездах в него установили ограждение. Что касается кольца, то строители оцыпали его половину со стороны ракитовского шоссе. А также приступили к обустройству съезда. На другой половине кольца пока ведется разравнивание грунта. Кроме того, активно идут работы по обустройству дороги дублера. Самарский Роспотребнадзор советует внимательно выбирать арбузы. В регионе стартовала ранняя реализация бахчевых культур. В основном они поступают из стран ближнего зарубежья. Сезон созревания при этом приходится на август-сентябрь. Роспотребнадзор напоминает, что употребление этих продуктов раньше срока значительно повышает риск отравления нитратами. Чтобы его избежать, продукцию нужно приобретать только в специально оборудованных местах уличной торговли. Не стоит покупать разрезанные бахчевые культуры. Перед употреблением арбуза или дыни их нужно тщательно помыть, желательно с мылом. Пусть меня научат. В самом разгаре приемная кампания в самарских вузах. Комиссия работает по графику. Судя по количеству заявлений, недобора явно не ожидается. В Самарский университет имени Королева документы подали уже более 5000 абитуриентов. Многие приехали из других регионов и стран. Приходят и те, кто желают продолжить образование на более высокой ступени. Олег Зверев пообщался с абитуриентами и бакалаврами. Житель Таджикистана Юсуф Усмонов приехал в Самару специально, чтобы поступить в университет имени Королева. Дома в Душанбе учился на 4,5, занимался техническим творчеством, мечтает стать ученым-инженером. С университетом списался через интернет, прибыл по приглашению. Подал документы на факультет технологий транспортных процессов. Выбрал я Самарский государственный аэрокосмический университет, так как он мне больше понравился. Более 5 тысяч абитуриентов уже изъявили желание учиться в Самарском университете. Из них почти 200 – иностранцы. Приемная кампания идет полным ходом. Абитуриенты приходят с высокой оценкой ПЭГ. Ожидается, что проходной балл будет выше прошлогоднего. На бюджетные места документы можно подать до 26 июля. В этом году их стало больше. По инициативе губернатора 85 мест бюджетных будут финансироваться за счет бюджета Самарской области. Это филологи, это историки, это гуманитарные дисциплины. И там средний балл уже сейчас за 80. Для того, чтобы поддержать абитуриентов с высоким баллом, университет ввел дополнительные стипендии. В течение осеннего семестра они будут получать по 3, 5, 10 тысяч рублей дополнительно. Это стимул. Мы ждем таких ребят. Я думаю, что не только высокобальники, но и ребята средние, такие упорные, уверенные, здесь найдут себе большое применение. У нас больше 300 образовательных программ сейчас. Университет имеет весь спектр подготовки. Те, кто уже прошел первую ступень образования, подают документы на более высокий уровень. Эдмунд Аквер, студент из Гана, собирается учиться в магистратуре. Для нас все очень хорошо. Преподаватели все хорошо занимаются. Все понимаем. Вот поэтому мы тут решили оставаться, а еще продолжать на магистратуре поступить. Чем больше иностранцев учатся в Самарском ВУЗе, тем выше его мировое признание. Но и россияне тоже получают уникальную возможность учиться за рубежом. 120 университетов мира ждут самарских студентов на стажировку. Это яркая, очень мощная, усиленная программа. Это непереоценимая материальная база в виде установок, на которых я могу получать это образование. Ну, собственно, сама атмосфера, само строение кампуса. И, наверное, это и делает наш университет одним из самых лучших. Учебная база университета совершенствуется. В частности, уже в этом году выделены деньги на реконструкцию ботанического сада, после которой он станет одним из лучших в мире. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. Скоробная дата в российской истории. 17 июля, по старому стилю, это четвертая, в Екатеринбурге была расстреляна семья императора Николая II. В этот день во многих городах страны проходят памятные мероприятия. В Самаре верующие прошли крестным ходом в честь царя-мученика. Олег Зверев тоже был в числе паломников. По цепочке от храма к храму, через весь город, возле каждого молебен и чай. Сотни православных самарцев сегодня вышли на крестный ход в память о последнем российском императоре. Ровно 99 лет назад в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, Николай II, его жена и дети были расстреляны. А на рубеже 21 века русская православная церковь прославила августейшее семейство в лике святых, как мучеников и страстотерпцев. Я все время молюсь этим мученикам. И мне кажется, кто вот ходит в эти крестные ходы, они как бы получают благодать от Бога. Надо обязательно всем молиться, всем, и детям, и взрослым, и особенно подросткам. В Самаре два храма освящены в честь святых царственных мучеников. Один при школе гимназии номер 54, другой на улице Бобруйской. Верующие видят в этом особое значение. Дорогу от храма к храму они называют покаянной. Каются в том, что судьба царской семьи была решена при всеобщем согласии. А будущее России многие связывают с почитанием царя-мученика. Сегодня мы идем и просим у Бога прощения за этот грех, чтобы царь Николай молил за нас. А что такое его молитва? Много лет династия Романовых вела нашу страну к Богу, наш народ управлял. Создана огромная страна, великая страна, великая культура. И в этом тоже заслуга этих людей. Традиции крестного хода в день поминовения царской семьи стало ежегодной. Он проходит во многих крупных городах. А наиболее масштабные мероприятия запланированы на 2018 год. Год столетия расстрела семьи последнего российского императора. Олег Зверев, Станислав Ревин, События. Самарцы могут купить субсидированные билеты в Крым. Кто может воспользоваться льготой, расскажет наш экономический обзреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале рабочей недели нефть дешевеет. Баррель марки Brent стоит 49 долларов. И валюта теряет в цене. Курс на 18 июля. Доллар 59 рублей 6 копеек. Евро 67 рублей 61 копейка. Золото стоит 2346 рублей. Серебро 30 рублей 24 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 45 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 85 копеек. Больше всего россияне боятся роста цен на продукты и обесценивания сбережений, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Пенсии предложили увеличить на 10 тысяч рублей. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направила в Минфин комплексный план по совершенствованию пенсионной системы. А самарцы могут купить субсидированные билеты в Крым за 3375 рублей. Льготу предоставляют пенсионерам, молодежи до 23 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья. На этом все. Удачи в делах. Их служба и опасна, и трудна, иногда очень даже увлекательна. Самарские полицейские выходные вышли за рамки стандартной работы и устроили настоящий праздник для детей. Квест-марафон «Пусть всегда буду я». Маленьким жителям города рассказали, наглядно продемонстрировали, каковы будни сотрудника полиции. Впрочем, этим не ограничились, развлечения для детей были и экстремальные. Марина Кравцова на себе прочувствовала всю тяжесть полицейской брони. Аплодисменты срывают сотрудники кинологической службы. Четвероногие. В два счета овчарка находит, в какой из десятка сумок спрятано оружие. Море ласки достается самой маленькой сотруднице полиции такси «Милене». Она – собака-биодетектор, трудится в лаборатории, сравнивает запахи следов человека. На службе полтора года, на ее счету более 30 экспертиз. Свободны от работы время, «Милена» с удовольствием общается с детьми. Ее очень много снимают, она привыкла получать много внимания. Жаскошерские таксы, они отличаются именно добротой, покладистым характером, и детей они очень любят. Полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я» – акция инклюзивная. Среди участников много детей с ограниченными возможностями здоровья. Но преград для них нет. Вместе с обычными детьми они отправляются в квест, выполняют задания на площадках. И здесь все равны. Попутно юное поколение знакомится с работой самарской полиции. Представлены практически все подразделения. Эти мероприятия мы проводим с целью просто показать, как живет самарская полиция в целом, посмотреть, как она работает, пропагандировать здоровый образ жизни. Ажиотаж на площадке, которой заведует спецназ. Все участники акции и дети, и взрослые могут примерить бронежилет весом 7 килограммов и вот такой штурмовой шлем, который тоже весит 7 с лишним килограммов. И прочувствовать на себе, насколько нелегка работа у сотрудников спецподразделений самарской полиции. Кульминация марафона, самое зрелищное действие, показательные выступления сотрудников отряда «Гром». Демонстрацию силы сменяет выставка творческая. В рисунках дети показали, какими видят самарских полицейских. Мне кажется, самарские полицейские, они очень такие сильные, смелые, бравые. Они могут защитить. Можно почувствовать себя в безопасности. Мальчишки долго не отходят от выставки мотоциклов и квадроциклов. Каждый хочет почувствовать себя байкером и посидеть за рулем железного коня. Брутальную выставку помогли организовать самарские мотоклубы. Пока детей не оторвать от техники, родители могут заняться делом полезным. Полицейские помогают зарегистрироваться на портале госуслуг или восстановить забытый пароль. Рассказывают о возможностях ресурса. В заключение праздника мото-шоу и возможность покататься на тех самых квадроциклах. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Жаркая погода повлияла, видимо, на результат матча Крылья Совета в футбольной национальной лиге. Он закончился сухим счетом. 0-0. Кого не смогли победить авиаторы? И когда мы увидим в Самаре большой футбол, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Ледовый дворец спорта все-таки сломают. Самарские вертолетчики вторые на чемпионате страны. Крылья Советов занимают четвертое место в чемпионате футбольной национальной лиги. Самарские крылья Советов сыграли в ничью с нижегородским олимпийцем. Второй матч в Алжане в чемпионате ФНЛ прошел без забитых мячей. Стоит порадоваться только за галкипера Крыльев. Продлил рекордную сухую серию Евгений Конюхов. Футбольной национальной лиги он не пропускает уже на протяжении 1329 минут. Следующий матч Крылья проведут 22 июля в субботу. На «Металлург» приедет «Авангард» из Курска. Начало встречи в 19.00. Крылья Советов пока занимают четвертое место из 20. Лидер Химки из Подмосковья. Виктор Дегтярь и Петр Васильев выиграли серебряные медали открытого чемпионата страны по вертолетному спорту в упражнении «Полеты на точность». Теперь экипаж выступит на Кубке мира по вертолетным гонкам. На аэродроме Конакова в Тверской области на соревнованиях Самарской области представляли еще Виктор Каратаев и Владимир Зябликов и женский тандем мастеров спорта Елена Прокофьева и Диана Риязова. Им составили конкуренцию пилоты из Австрии, Украины, Белоруссии и Польши. Программа полета включала такие дисциплины, как развозка грузов, вертолетные слалом, навигация и полеты на точность. В Самаре нашли подрядчика, который все-таки снесет дворец спорта на Молдогвардейской почти за 76 миллионов рублей. Кроме спортивного объекта под трактор попадут фонтан, 4 дерева, 5 гаражей, хозпостройки, тепловые сети, электроосвещение и канализация. Новый дворец спорта вместит в себя три ледовые площадки, основную и тренировочную арены, керлинг-трассу, а также хореографические и универсальные спортзалы. К чемпионату мира по футболу построят только здания без начинки и благоустроят территорию вокруг. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин